А сейчас новости спорта. Для того, чтобы заниматься мотоспортом, нужно иметь такие качества, как сила духа, уверенность, техническое мастерство. И все эти достоинства были у участников престижных соревнований по мотокроссу. На мототрассе города Славянска-на-Кубани прошли чемпионаты первенства по мотокроссу на Кубок главы муниципального образования Славянский район. Мотокросс, конечно, занятие не для слабых духом. Это спорт для настоящих мужчин. Причем не важно, сколько им лет. Крутые виражи, подъемы и спуски покоряются тем, кто уверенно держится за руль своего железного коня. Глава Славянского района Роман Синеговский открыл престижные соревнования и пожелал их участникам успешного выступления. Мотоциклетный спорт у нас культивируется в Славянском районе уже много-много лет. За это большое спасибо нашему основному тренеру и руководителю школы Михаилу Дмитриевичу. Я хочу сказать, что это очень интересный вид спорта. Спорт для настоящих мужчин и для настоящих женщин. Поэтому я приветствую всех, кто приехал сегодня к нам из других регионов. Хочу, чтобы победили сильнейшие. Ну а всем зрителям получить массу удовольствия и впечатлений. Мотоспорт отлично справляется с задачей занять досуг подростков. Ведь здесь нужно не просто научиться ездить, нужно уметь ухаживать за своим железным конем, ремонтировать его. Необходимо поддерживать хорошую физическую форму. И это совсем не просто. И праздное времяпровождение для спортсменов неинтересно. Мне нравится этот вид спорта, потому что, когда ты едешь на мотоцикле, у тебя захватывает дух, и тебе хочется выиграть. И тебе интересно, победишь ты или нет. Когда ты едешь на мотоцикле, ну, по трассе, когда ты прыгаешь трамплины, просто это вызывает у тебя интерес очень большой. Занимаюсь я четыре года, и он мне нравится, этот спорт. Увлекается. Ну, и главное, за победу соревнований. Мне нравится участвовать в соревнованиях, я люблю скорость. Я готовился к соревнованиям очень хорошо, и надеюсь, что техника не подведет. В мотокроссе покоряет все. Напряжение старта, когда ревут моторы, и в воздухе разлито сильное желание не упустить свое мгновение. Борьба на трассе, когда словно птицы мотоциклы взмывают вверх и четко приземляются. Когда дорога каждая секунда, и финишная прямая, где выигрывает тот, у кого больше осталось сил. Все это, конечно, нужно любить, иначе ничего не получится. На данный момент более 60 участников, так, по последним я как заходил, вот. Ну, а география такая, Крым весь здесь, Краснодарский край весь здесь, Ставрополье, ну, там, в Ростовской области пару-тройку человек. Ну, вот примерно так. Сейчас, вот, допустим, лидирует наш Амир Бжираков, класс 85, вторым, и Фименко Александр, тоже славянец. Очень приятно, гордо, мы очень рады за них. Зрители отсюда приходили целыми семьями, с интересом следили за борьбой спортсменов, которая была очень напряженной. Мотоциклисты славянской спортшколы «Изумруд» заняли следующие призовые места. В классе мотоциклов 125 кубических сантиметров среди женщин победила Татьяна Вишневская. Среди юношей в этом же классе лидером стал Ярослав Осипов. На втором месте Данил Дуболазов, на третьем Владислав Дуболазов. В классе мотоциклов 85 кубических сантиметров. Среди юношей победителем стал Амир Бжигаков. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Продолжение следует...